27 февраля 2015 года в Москве застрелили Бориса Немцова. Бывший вице-премьер был узнаваем, острый на языке, очень не любил Путина, то есть представлял опасность. Немцова не просто ликвидировали, а сделали это показательно, фактически под стенами Кремля, что выглядело как подарок главному обитателю этого самого Кремля. Следствие быстро назначило исполнителей выходцев с Кавказа, выдумало мотив, якобы антиисламские высказывания Немцова и закрыло дело. Но факт остается фактом. Провернуть такое в самом центре Москвы можно было лишь при содействии спецслужб. И вот вам факты. Убийство под кремлевскими стенами. Ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Кто отдал приказ ликвидировать Бориса Немцова? Идея подставить его под Украину, что сама Украина его грохнула. И как кремлевскую спецоперацию разоблачили кадры с видеорегистраторов? В Москве убит известный политик Борис Немцов. По предварительным данным, к политику подъехал белый автомобиль, прозвучали четыре выстрела. Так, сначала российское телевидение расскажет об убийстве оппозиционера, но на следующий день станет понятно, все было совсем иначе. Большой Москворецкий мост на часах 23.30. Текущее время 20 часов. Идуицкая и украинская модель идут из ресторана в направлении квартиры политика. Сзади едет мусороуборочная машина. За ней идет убийца. КамАЗ поравнялся с парой. Теперь они скрыты от лишних глаз. Через две секунды из-за грузовика выбегает киллер и запрыгивает в легковую машину. Тобто за две секунды шесть пострелев. То есть за две секунды шесть выстрелов, один мимо. Если отбросить время на разворот, бег, прицеливание, на саму стрельбу остается не больше, чем полторы секунды. Возможно ли такое? Выясняем у инструктора по стендовой стрельбе. Секунда 0,5. Инструктор говорит, выпустить шесть пуль возможно. Другой вопрос – поразить цель. Для стрельбы из короткоствольного оружия, скоростной стрельбы, о которой мы говорим, ну, это удел профессионалов высокого уровня. Кто же этот профессионал? Киллер со стажем или работник спецслужб? Российские следователи потом скажут, это сделал Заур Дадаев, бывший офицер внутренних войск. Последнее время он жил в Москве. Но в суде Дадаев будет доказывать, что на мосту его не было. Он, мол, находился дома. Мы разыскали человека, который одним из первых оказался на мосту после убийства Немцова. Игорь Мурзин делал замеры и собирал информацию независимо от российской полиции. Он юрист с многолетним опытом в делах о ДТП. Переехал в Литву, так как понял, что в России оставаться опасно. Мы идем на вильнюсскую телестудию. На большом экране полная версия с камер наблюдения. Некоторых кадров в интернете не было. Как и записи регистратора автомобиля, которые проезжали по мосту за минуту до убийства. Вот Немцов и Дурицкая еще идут по Красной площади. Перед ними приостанавливается машина. Она пытается как будто бы высадить пассажира. И в последний момент передумала. Машина едет на мост и внезапно разворачивается через сплошную линию. Все, что в принципе здесь возможно было нарушено, здесь нарушено. И как правило в этом месте круглосуточно стоит полиция. Но почему-то в тот вечер нет ни одного патрульного совпадения. Убийца идет за парой. В какой-то момент движение на правой стороне дороги останавливается. Именно в эти секунды мусороуборочная машина догоняет Немцова и Дурицкую. Это реконструкция полета пуль. По официальной версии стреляли за спиной Немцова. И все пять пуль прошли по такой траектории. Но ранения на теле говорят о другом. Только одна пуля попала в спину. Четыре в живот и в бок. И это говорит о том, что стреляли с разных положений. Это куртка, в которую был одет политик. Она сфотографирована только сбоку и со спины. А спереди нет. Нет вообще материала их дела. Что этим хотели утаить? Фу, у него остался этот отпечаток лужи крови. Он лежал на животе. А это одна из пуль, которая прошла на вылет. Ее заметили рядом с телом. Якобы это подтверждают, что стреляли, когда Немцов уже лежал. За две секунды такое точно невозможно. Версия российского юриста. Киллера подвозят на место. Случайно приезжают раньше. И поэтому едва ли не в лоб сталкиваются с Немцовым. Скорее всего, в последний момент они передумали, развернулись. Он вышел здесь. Спустился по подземному переходу. Он вышел с подземного перехода. И оказался прямо у них за спиной. Что сделать, чтобы киллер не попал в камеры автомобильных регистраторов? Остановить движение. Что и было сделано. Предположительно, кто-то его стопорнул со всех сторон. Вот со всех сторон, где только можно. Попасть на мост можно с трех сторон. Улиц Ильинки, Варварки и Васильевского спуска. Эти кадры сняты за минуту до выстрела. В одном месте стоит белый «Мерседес» без номеров. Она стоит, вот мы увидим, все время включена. Она все время готова к чему-то, чтобы потом стартануть. За поворотом «БМВ» занимает правый ряд. Другая легковушка выезжает на встречную полосу. Здесь у нас знак «Остановка запрещена», здесь «Остановка запрещена». Здесь как раз идет сплошная осевая линия. Ни при каких вариантах вот эта машина здесь стоять не должна. Когда появится автомобиль «Цистерна», движение будет заблокировано. Что там собирался поливать в феврале? Да, что поливать асфальт, чтобы там это все замерзло и все бокоток устроить? Специфика, как говорится, не доглядели. Чего нашли, то и поехали. Но что-то пошло не по сценарию. Немцов не убит. Алмагель допомогает усувати печаю и захищать слезовую болонку шлунку. Доступный. По сценарию Немцов не убит, а ранен. Начинается паника. Вот тот самый «Мерседес», который ждал команды. Второй пассажир заметно нервничает. Автомобиль срывается с места. За ним еще один. Паника. Мат, наверное, перемат в эфире там шел. Это однозначно. Понятно, почему. Немцов еще жив, а дороги не перекрыты. Белый «Мерседес» зафиксирует еще раз. Вот он подрезает внедорожник. Юрист Мурзин назовет его «ширмой для случайных машин». Роль, прежде всего, отсечь машины, которые с регистратором. Прикрыть работу второго стрелка. Второй стрелок, вероятно, пришел со стороны Красной площади. Вот он, вот он идет. Вот он идет. Вот он идет. Возможно, задание второго стрелка – оценить состояние жертвы. Скорее всего, дальше он идет, направляется непосредственно к руководству, заявляет, что нет, человека так оставлять нельзя. Следующий выстрел в спину, переворот, и вот три. Возможно, вот он, тот самый второй стрелок. В эти секунды из приемника автомобиля прозвучат слова. Эфир, который вырвался там с голосами, он шел как раз именно из этой машины. После звуковой обработки удается расслышать. Будем действовать, Корниенко, 112-й. То есть я слышу этот явный гул, гулки, звук рации. Не каких-то особо спецподразделений, это стандартная радиостанция. Я так думаю, что каких-то внутренних войск. Интересное совпадение у тогдашнего руководителя российской службы исполнения наказаний фамилия Корниенко. Кто-то же должен был давать все команды, и он находился непосредственно на командирском пункте именно в этой мусороуворочной машине. Лучшего места не найти. Отсюда можно было наблюдать за всем, оставаясь при этом незамеченным. Но для чего же нужно было убивать Немцова? Это примет авторитарного режима, когда оппоненты власти, вне зависимости от своей известности, вне зависимости от поддержки общества, они с ними расправляются разными способами. Кого-то сажают в тюрьму, кого-то убивают, кого-то преследуют и вынуждают уехать за пределы России. В 2012 году, за три года до убийства Немцова, Путин уже пугал россиян сакральными жертвами. Правда, обвинял в этом оппозицию. Готовы даже сами принести кого-то в жертву и обвинить в этом власти. Я эту методику и тактику знаю. Она уже 10 лет как пытаются ее применить. Прежде всего те, кто за границей сидит. Интересно, что сам Немцов тогда призвал серьезно отнестись к этим словам Путина. Мол, хозяин Кремля говорил о сакральной жертве не ради красного словца, а на самом деле уже знает, как и на кого будет совершено такое покушение. За месяц до убийства Немцова напротив здания «Эхо Москвы» висел этот плакат. Так называемые «Враги России». Экс-депутат Госдумы Пономарев, бывший владелец нефтяной компании «ЮКОС-Ходорковский» за границей. У Навального на тот момент низкий рейтинг. Совладелец «Эхо Москвы» всегда ходил с охраной. Немцов же без охраны. Мой отец по этому мосту ходил постоянно. С начала войны на Донбассе Немцов был едва ли не самым ярым критиком Кремля. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ебаный, Владимир Путин, чтобы вы поняли. Почти каждую неделю Немцов был в эфирах украинских каналов. Достаточно популярной личности, которая мог бы, скажем, соревноваться с Немцовом, просто нет. И то, что как бы вот эта вот идея подставить его под Украину, что сама Украина его грохнула, чтобы потом валить все, значит, на Россию, оно как бы тоже вырисовывается. Кремль попытается это разыграть, когда якобы соучастника убийства Шаванова назовут агентом СБУ. Но при странных обстоятельствах он подорвется в Грозном во время задержания. Российские пропагандисты скажут, что пистолет, из которого стреляли в Немцова, и который никто не видел из Украины, да и сама дурицкая украинка. Ни одно резонансное политическое убийство раскрыто не было. Убийство под стенами Кремля, где полицейских и камер наблюдения больше, чем в любом другом месте. Кто на такое решится? Почему во время убийства Немцова внезапно остановится движение? Слишком большие площади, которые надо было везде перекрыть. Это 40, это самое минимум. Самое минимум это 40 человек. По делу о убийстве Немцова были задержаны пятеро выходцев с Кавказа. Они не признали свою вину, но суд приговорил всех к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Как исполнителей на этом дело заглохло. Заблокировать такое следствие по такому резонансному делу, конечно, могут только самые высокопоставленные чиновники. Но я думаю, что и Владимир Путин не заинтересован в этом, хотя говорит обратное. Но я ему не верю. Ни организатора, ни заказчика никто даже не искал. Но вряд ли этому стоит удивляться. Отдать такой приказ мог лишь один человек. Тот, кто в 2022 году показал, что ради своих целей готов принести в жертву сотни тысяч своих солдат. Что уж говорить о врагах.